В парке «30-летие Победы» руководители обсуждают представшую перед ними картину. Территория задыхается от торговых рядов и аттракционов. Юрий Поляков провел переговоры с частниками и обязал их задуматься о реновации парка. А сегодня ситуация вот этого, так сказать, зеленого пятака выглядит именно вот так. Есть проект у вас, да? Есть на сегодняшний день эскиз о том, чтобы сделать благоустройство, парка переделать его и в ближайшее время, я так понимаю, будет. То есть это предпроектный эскиз, а увидим уже? В ближайшее время, когда будет проект готов, мы предоставим. Нет, а я имею в виду хотя бы эскизное решение. Но есть только техническое задание пока под него, есть примерное понимание, как предусмотреть зональное какое-то распределение. Зонирование. Совершенно верно, да. И распределить таким образом детские аттракционы, экстремальные и семейные. И сделать новое благоустройство, движение по парку так, чтобы парк был полностью задействован, а не только центральная аллея. Потому что парк – это практически 7 гектаров земли. Естественно, благоустройство, озеленение и прочее. Вопрос сохранения скверов и парков проблемный для многих муниципалитетов Кубани. Краевой парламент давал два года на ревизию зеленых зон. На сегодняшний день на территории муниципального образования, на государственный кадастровый учет поставлено 26 земельных зеленых территорий. Общая площадь 61,83 гектара. Из них 18 парков и скверов. А именно это детский парк, сквер Аванесова, сквер Кудовича, сквер Воинской славы, парк Олегового Руща, сквер Воевой славы, парк Престилетия Победы, парк Урозный, сквер Тренажерный. Это все в городе Анапа. В селе Супсех парк, также парки поселки Уташ, станицы Гастагайская, хуторичекон, селе Юровка, поселки Виноградном, поселки Суворово-Черкесский, станицы Анапской и парк имени Суренара-Келяна. Работа продолжается. На кадастровый учет будут поставлены еще 13 участков. Таким образом, общая площадь зеленых зон в Анапе составит 96 гектаров. Прогноз до 2033 года – 332 гектара. Цель выездных комитетов – выработать такие рекомендации, которые станут не только руководством к действию для муниципалитетов, но и рычагом воздействия на недобросовестных пользователей земель. Исполнительной власти нужна поддержка законодателей. Например, в вопросе застройки, говорит Юрий Поляков. Момент простой, застройщик ведет о застройках, помимо парковки, помимо там долевого участия в садиках, в школах, конкретно указать от площади застройки там 20% зеленая зона. Это, пожалуйста, депутаты ЗСК, проголосуйте, закон Краснодарского края, мы готовы все его выполнять. Вот предложение какое есть. Подводя итог совещания, Александр Джеус подчеркивает, вопрос о состоянии зеленых зон находится на особом контроле губернатора Кубани Вениамида Кондратьева. Я обращаюсь к депутатскому корпусу, коллегам Юрия Федоровича по администрации. Задача стоит общая, общей командой, вытаскивать эту проблематику и решать ее. Депутатский корпус вместе с архитектурой, понятно, что, так сказать, сведомо главы должны определить вот те зоны, которые еще можно сегодня сделать муниципальными парками, сделать зелеными зонами.